На юге и западе Афганистана продолжаются напряженные бои между правительственными войсками и силами Талибана. Выйдут ли талибы за пределы Афганистана, обсудим с Фархудом Талиповым, директором негосударственного научного учреждения «Караван Знаний». Добрый вечер. Здравствуйте. Ну что ж, обстановка, как говорится, в этой республике все больше беспокоит соседей, несмотря на то, что талибы обещали не нарушать границ стран Центральной Азии. В целом, таким обещаниям можно ли доверять? Пока вряд ли можно так прямо утверждать о том, что обстановка сильно беспокоит соседей на границе. И в целом в Афганистане ситуация примерно такая, я имею в виду стратегическая обстановка, как и она была некоторое время назад. Просто можем утверждать, что, собственно, сама эта война между талибами и афганским правительством подходит к своей кульминации. И сейчас мы должны просто так объективно оценить, что происходит в этой стране. У стратегических аналитиков, вы знаете, есть такая формула, что ли, для анализа. Вот эта вся война может быть оценена с точки зрения таких четырех ситуаций, которые выражаются в таких символических выражениях. Проиграть, точнее, выиграть сражение, но выиграть войну. Проиграть сражение и проиграть войну. И наоборот. Выиграть сражение, но проиграть войну. Выиграть сражение и выиграть войну. Какая из этих четырех ситуаций сейчас действительно складывается в Афганистане? Вопрос очень сложный. Мы можем говорить, что, с одной стороны, что вроде бы некий перевес в стратегической ситуации на стороне талибан наблюдается. Но, с другой стороны, идут упорные сопротивления как со стороны вооруженных сил Афганистана, так и местного населения. Сообщается о различных таких поворотах в этой стратегической ситуации. Если в каких-то провинциях, в каких-то поселениях, там, селах или городишках таких талибан действительно одерживает какую-то временную, может быть, победу, то в других городах, например, вот сообщения из Герата поступают, наоборот, и местные ополчения, и евганские вооруженные силы оказывают серьезное сопротивление и даже побеждают в битве, скажем так, с талибами. Но пока что из этих четырех сценариев, которые я сейчас выше упомянул, какая из них сейчас действительно превалирует, трудно сказать. Но ясно для нас одно, что талибы ведут непримиримую войну с афганским правительством. Собственно, атака на дом министра обороны, это не просто атака на дом некоего чиновника. Это действительно вызов, это сигнал, что мира с действующим афганским правительством у талибов не будет. Они ведут, значит, борьбу, собственно, с самим государством и с правительством, с одной стороны. И об этом также свидетельствует то, что сам президент Ашраф Гани очень жестко, очень резко высказался в адрес талибан, что они оказываются все более и более жестокими и ведут себя очень жестоко. И в этом смысле и со стороны правительства тоже не наблюдается какого-то признака к миру с талибами. Следовательно, тут идет уже непримиримая борьба. А что вы можете сказать в целом о позиции Узбекистана по этому вопросу? Вот даже недавно в Ташкенте, я насколько знаю, приходил форум по Центральной и Южной Азии. Да, форум был посвящен, как это называется, connectivity, то есть связанности двух регионов, Центральной и Южной Азии, что в частности подразумевает строительство такого проекта века, если можно так выразиться. То есть железные дороги, которые бы протягивались от города Мазари-Шариф через Кабул до города Пешавар и дальше в направлении Карачи, а там уже и соединение с Индией было бы реализовано. Таким образом, через вот такого рода транспортные коридоры ставится цель создать некую такую связанность, connectivity между двумя большими регионами. И помимо чисто экономических, торговых, транспортных целей, подразумевалось здесь и то, что благодаря, в частности, вот такому проекту, который бы связывал Центральную и Южную Азию, это бы способствовало, скажем так, созданию более благоприятных условий для установления мира в Афганистане. Потому что благодаря вот такому проекту больше местного населения было бы вовлечено в мирные процессы, в строительство, и оно было бы занято мирным трудом, бизнесом и так далее, а не войной. То есть есть такая надежда, в каком-то смысле она еще иллюзорна, что такие проекты, и причем речь идет не только о железной дороге, например, газопроводитапи, как вы знаете, это Туркменистан, Афганистан, Пакистан, Индия, или линия электроснабжения, Касса-1000, все эти проекты могли бы действительно внести огромный вклад в установление мира в Афганистане, и символизировало бы то, что Центрально-Азиатские государства, в частности Узбекистан, внес свой посильный вклад в это миротворчество, если хотите, в строительство, в создание мира. Вот Россия проводит, мы знаем, что совместные учения с Узбекистаном, вот в Таджикистане у нее самая крупная военная база, а в целом насколько ситуация в Афганистане беспокоит Москву, и в каком случае она смогла бы вмешаться в развитие ситуации в этой стране? Ну, я не думаю, что Москва или Россия, российские вооруженные силы могли бы вмешаться в ситуацию в Афганистане. Никаких признаков российская сторона не подавала о возможном потенциальном каком-то вовлечении в Афганистане, в боевые действия или в какие-то специальные операции. Я думаю, для этого еще никаких поводов и признаков меняющейся ситуации нет. Но российская сторона неоднократно выражала свою солидарность с централизиатскими государствами и выражала готовность оказать содействие. И это содействие в смысле укрепления безопасности на случай каких-то инцидентов пограничных. И с этой целью проводились военные учения как с Узбекистаном, так и с Таджикистаном. Но даже при этом, я думаю, пока серьезных признаков для беспокойства нет. Талибы не думают, что чувствуют себя уж так комфортно и хозяевами своей страны, чтобы создавать еще какую-то угрозу вне Афганистана. Скажите, возвращаясь к Талибам, чего в целом хотят представители этого движения? Да, это очень интересный вопрос. Знаете, афганское правительство, оно известно нам, да, оно признано мировым сообществом, член организации объединенных наций Афганистан. И каким бы оно ни было слабым, скажем, как бы сильно не распространялись там всякие проблемы или коррупция в Афганистане, все-таки есть легитимное правительство. Оно ответственно за развитие всех сфер экономики и так далее в этой стране. И осуществляет эти свои задачи в той или иной мере эффективности или неэффективности и так далее. Когда мы говорим о Талибан, то мы еще никогда за всю историю вот этой вражды не слышали, не видели каких-то программных заявлений, программных, скажем, утверждений, что придя к власти, Талибы могли бы или будут осуществлять какие-то конкретные задачи, связанные с развитием страны, экономики страны, инфраструктуры, как они будут строить свои отношения с зарубежными странами, с мировым сообществом. Единственное, что мы знаем про это движение, это их идеология, их специфическая очень особая интерпретация ислама. И на основе вот такого видения мира, видения ислама, они и стремятся, и стремились всегда насаждать вот этот свой порядок и назвать страну даже Эмиратом Афганистана. Но других каких-то программных признаков со стороны Талибан пока не наблюдалось. Спасибо вам большое за ваш комментарий. Благодарю вас. Я напомню, что ситуацию в Афганистане мы обсуждили с Фарходом Талибовым, директором Негосударственного научного учреждения «Караван Знаний». Продолжение следует...